Ну что ж, действительно, очень интересно полетать на воздушном шаре, надо обязательно когда-нибудь попробовать. Но это затратно, все равно. Равно как и надо попробовать что-то сделать своими руками. Помню свое ощущение, когда мы с отцом, мне было лет 7, клеили вот эти вот самолеты Ту-154, вот маленькие, небольшие авиамодельки, но из них получались какие-то невероятные ощущения, это не передать словами, это хорошо, если есть такой опыт, он должен быть у любого ребенка. Так что, родители, слушайте наш разговор внимательно. Прямо сейчас мы, во-первых, расскажем об этом интересном хобби, ну а во-вторых, как правильно сказала Люсь, подкинем идею дамам, которые до сих пор не определились с подарком своим любимым мужчинам на 23 февраля. У нас в гостях Дмитрий Тимофеев, пилот, авиамоделист, человек, который, ну, я думаю, что на 100% разбирается во всех вот этих вот модельках, правильно? Доброе утро, Дмитрий. Да, доброе утро. Доброе утро. Почему авиамоделизм? Когда начали им заниматься? Ну, начал заниматься лет 9 назад. Вдохновили журналы моделист-конструктор. А они как попали на глаза? А у дедушки в деревне увидел журнал и начал там разглядывать, там, самолеты, вертолеты всякие были, машинки. Как вас легко впечатлить? Да, очень все это интересно было. В детстве даже разобрал мотоцикл, чтобы сделать самолет. Получилось? Ну, так. Так тебе самолет получился? Да, мотоцикл разобрал. Сделан из двух досок и две выхлопные трубы по бокам. Прекрасно. Ну, то есть и сейчас это уже превратилось, я так понимаю, ну, если не в профессию, то в такое очень серьезное увлечение. И в профессии, и в хобби. Вообще, вот, если так, для людей, которые не сталкивались, насколько это затратно по времени, по деньгам? Ну, можно начать заниматься этим буквально ни с чем. Как бы все материалы, они очень доступны сейчас. А можно самому выдумывать, да, какие-то модели? Или обязательно вот склеивать то, что вот... В наборе. Нет, можно купить и набор, собрать модель, она будет летать. Можно взять чертеж, допустим, скачать его из интернета, взять из журнала, распечатать, собрать как бы шаблоны и по ним уже вырезать. А интереснее как? Ну, конечно, самому собирать. Чем уже по готовым комплектам. Ну, так, конечно. Хорошо, вот ваша коллекция, я так понимаю, 9 лет, если вы этим занимаетесь, там очень много моделей. Сколько? Да, должно быть. Да, планируете как-то, может быть, еще дальше расти, умножать, приумножать? Ну, модель разнообразная. У меня в основном самолеты, они радиоуправляемые, да, вот какая-то... Ой, их не сочетать. Ну, сейчас около 8 моделей, наверное, летающих. Летающих? Да. А вот эта вот модель, которая у нас здесь на полосе? Это представлена зальная модель, пилотажная. Она сделана для того, чтобы летать в закрытом помещении, ну, в частности, в зале. Может делать любые фигуры, там, пилотажа, петли, бочки, там, невероятные прям фигуры. А как он управляется? Он управляется вот с такого пульта. Управляется по четырем каналам, как бы, элероны, руль высоты, руль направления и газ. Но это самодельный самолет? Это самодельный самолет, да? В отличие от этого вертолета. Да, вертолет покупной, здесь конструкция намного сложнее, автомат перекоса, там, всякие такие элементы. Какой кошмар, господи, как вы во всем этом разбираетесь? Опять же, слышала, читала, видела, что у нас, во всяком случае, в Свердловской области и Екатеринбурге проводятся соревнования среди авиамоделистов. Чем-то можете похвастаться уже достижениями, какими-то участвуете в них? Да, конечно, еще когда в кружке занимался авиамодельным, там, каждый год по два, по три раза соревнования разные были. По планерам, по радиоуправляемым моделям гонки. Выигрывали? Ну, да, конечно. А что самое главное для того, чтобы выиграть в таких соревнованиях? Чтобы модель была качественно сделана или умение вот этими джойстиками и пультами? Умение, опыт, навыки. То есть все-таки это больше... Нет, модели очень многое зависит тоже, конечно. Ну, как бы все это вместе, такой куча, и получается результат. Я за кадром разглядывала вот этот вот вертолет, и как раз мы обсуждали, что тут очень много разных мелких деталей, и что наверняка собирать это все очень сложно. И, в принципе, если вот девушкам сравнивать, то можно сравнить с вязанием. Тоже мелкая моторика, какие-то вот такие мелкие движения. Но там-то понятно, связал свитер, там всех родственников одел. Вот это в жизни вам как пригождается? Ну, как бы тут механика, очень много всяких слесарных работ, допустим, работ на станке и так далее. Вырезание всяких маленьких шабонов, ну, помогает вообще во всем. Кому-то что-то починить нужно, где-то припаять и так далее. Да, конечно. Ну, тогда ладно. Можно, да? Разрешать. Тогда разрешаю. Ну, вот вы показываете пульт, невозможно удержаться все-таки. Давайте запустим. Да, от того, чтобы посмотреть, как это работает. Вот он. Ой, он живет. Ой, как сразу подуло. Своей жизнью. Это вы им управляете так, да? Да. То есть поднимаете, разворачиваете. Вот, друзья. У нас еще и самолет взлетит. В студии Утро ТВ пилот Дмитрий Тимофеев управляет вертолетом. Какая это модель? Как мы ее назовем? МД-500. МВ-500. МД. МД. Да. Такая полукопия. А то, чтобы там шарики, фонарики мигают синий, красный, они... Отверните его от меня, мне страшно. Это тоже все сделано самостоятельно? То есть там какие-то проводочки? Можно сделать, да, подсветку самостоятельно. Нет, ну... Крушение. Да нет, совсем не крушение. Он приземлился, прекрасно припалился. Вот можно... Ой, он... Он же едет сюда. Моделька очень легкая, как бы, допустим, если падает, она минимальная какие-то, даже если что-то ломается, там... А переживает? Разрушение... Ну, бывает, да. Ну, за вертолеты не очень, за самолеты, да. Нет, на самом деле, вот так, чтобы в помещении, причем в таком помещении, в котором здесь висят очень много световых приборов, знаете, вот эти вот техники, да, камеры стоят. Это, на самом деле, довольно сложно, и пилот экстра-класса у нас сегодня в студии присутствует. Спасибо огромное, что пришли к нам. Я думаю, что вы вдохновили своим примером и показательными выступлениями, в том числе и женщин, и мужчин, и детей. Я так чувствую, что сегодня во многих семьях Свердловской области прозвучит вот это вот... Купи вертолетик. Хочу вертолетик. Хочу вертолетик. Дмитрий Тимофеев, пилот, авиамоделист, был у нас в студии. Спасибо вам большое. Всего доброго. Да, успехов вам всяческих во всех соревнованиях. Наша программа продолжается. И о том, где можно будет посмотреть «Звездных войнов» в 3D, узнаем прямо сейчас из рубрики «Кинопремьеры». «Звездных войнов» в 3D.